26 января в Малом зале Дома культуры прошел третий общегородской конкурс чтецов, посвященный полному снятию блокады Ленинграда. С каждым годом масштаб мероприятия растет, увеличивается число участников. В этом году конкурсантов было 45 человек. Это дети из общеобразовательных школ нашего города и коллективов Дома культуры. Как и в предыдущие годы, не изменился и лозунг конкурса, а музы не молчали. Большую помощь в подготовке к поэтическому соревнованию юным чтецам оказали педагоги и родители. Некоторые из них не ограничились только выбором и заучиванием стихотворения, а представили зрителям мини-спектакли, в которых использовались различные выразительные средства, музыкальное сопровождение, кадры, видеохроники, плакаты. На братских могилах не ставят крестов, и в топы на них не рядают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные бриты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все зубы единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнущий танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск, горящий рыстак, горящие сердца солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могил не ставят крестов, ну разве от этого легче? Провели программу учащейся коллектива юных журналистов «Открытая дверь» Дома культуры. Каждый из ребят не только успешно справился с ролью ведущего, но и с глубоким чувством прочел стихотворные строки, повествующие о героической обороне осажденного Ленинграда. Конкурс проводился в трех возрастных категориях. Оценивала участников жюри, в составе которого были настоящие профессионалы. Методист Дома культуры Антонина Лазарева, художественный руководитель Юлия Шурыгина и руководитель детского образцового коллектива «Персонаж» Екатерина Прошкова. Победителями возрастной категории 9-6 лет стали «Третье место» Никита Шабалин, «Третье А-класс» средняя школа номер 2. «Второе место» у Федора Васильева, «Второй Б-класс» средняя школа номер 1. А первой в этой номинации стала Варвара Торощина, ученица второго А-класса школы номер 2. Кто придет выручать Ленинград, не шумит его как, он дышит, он живой еще, он все слышит, как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недели в обли хлеба до седьмого доходят в небо. Девочка руки протянула и головой на край стола. Сначала думали, уснула, а оказалось, умерла. Ее из школы наносил, когда мы ребята понесли, в ресницах у подруг слезинки, то исчезали, то росли. Никто не обронил ни слова, лишь хрипл сквозь метельный стол. Учитель выдавил, что снова занятие после похорон. Самой большой по численности участников была возрастная категория 10-13 лет. Оценивая участников по пятибалльной шкале по таким критериям, как знание текста, интонация, четкое произношение и использование выразительных средств, жюри распределили места так. Третье место сразу у двух конкурсантов. Кожаян Светланы, 4-й А-класс, школа номер 2. Эфидасовой Ксении, 3-й А-класс, школа номер 1. Ефимова Аня, детский образцовый коллектив-персонаж, заняла второе место. А у Куликовой Елизаветы, 3-й А-класс, средняя школа номер 1, первое место. А вот в возрастной категории 14-17 лет присуждено только первое место. И оно досталось Арсеньевой Али, учащейся 10-го А-класса, сестройской школы номер 1. Хочу отметить, что два участника конкурса, Шибанин Никита и Арсеньева Алла, прочли стихи собственного сочинения, чем, безусловно, порадовали не только жюри, но и многочисленные гостей и зрителей, присутствующих в зале. И было всего лишь 13, но были они не миграции. Когда пою я песню «Миграция», то слезы капают из глаз. Хорошие мои родные, что пережить пришлось тут час? Снаряды, бомбы грохотали, от арт-обстрелов дома дрожали. Сирены были, гул стоял, совсем старой борт наступал. Замкнув кольцо над Ленинградом, никто не знал, как выживать. Так было холодно и страшно, за город с гордостью стоял.